Вот такое у нас доброе утро. Итак, с 7 утра. Дождь, ливень и такой прогноз погоды стоит практически на всю неделю. Жалко, что у меня нет горячего шоколада, который мне так вчера рекомендовали. У меня до сих пор слюнки текут. Ну, а я пару слов хочу сказать по поводу того, что люди все-таки у нас хорошие. И что война реально показывает, кто есть кто. Не ожидала, честно, такого, такой поддержки. Я вчера в одной харьковской группе, ну, в основном там харьковчанки сидят, просто написала, девочке случайно никто в сумах не отдает или не продает за доступную цену кроватку. Мы бы купили. Через минут 10 мне девочка написала, что давайте я вас в чат направлю в сумской чат к мамочке. Там я дала объявление, там девочка дала объявление. Через буквально полчаса мне один человек написал, предложил кроватку, вернее дал ссылку, что он продает за 450 гривен. Говорит, я могу уступить, а если вам подходит, то можете и забрать ее бесплатно. Я говорю, ладно, мы за 450 купим, как бы без проблем. Но там был маленький дефект, я не поняла в чем. Все где смотрели, она говорит, ну, вы приедете, посмотрите. Через 20 минут еще девушка предложила кроватку с матрасиком. Говорит, муж разберет, а вам необходимо приехать забрать. Но тоже, не то что прилично, но надо ехать. Такая кроватка месяца, она так сильно не месяца. То есть вот здесь есть нюансы. Ну, неважно, мы бы ее, Витя как бы так донес, бы не донес. И утром сегодня, утром девочка пишет, говорит, у меня есть хорошая кроватка с почти новым матрасиком. Ребенок там мало спал. Говорит, где вы находитесь? Узнала, где мы находимся, говорит, родственники живут тоже на Петропавловской. Будут ехать к вам, завезут. Если нет, то муж завтра перед работой завезет. Ну, и что, вот скажите мне, как не верить в доброту душевную? Не знаю. Я все, что вот, дай Бог, все будет хорошо. Все, что мы дали, или даже все, что мы покупали. Мы тоже много чего покупали. Я тоже точно так же буду отдавать, потому что, ну, я считаю грех, то, что тебе достается бесплатно, за бес им потом продавать. Потому что, смотрю, многие этим грешат, торгуют гуманитарками. Так что, вот такие дела. Вчера до вечера, до 12 ночи гладила. Я вообще не люблю гладить. Ну, что-то на меня находит. Я смотрю, какой-то синдром курицы. Гладить, стирать. Я этим вообще не страдаю. У нас Виктор Владимирович любит стирать. И он хорошо в ручном режиме это делает. То есть, а я-то всяк. Я это дело не люблю. Но сейчас что-то полюбила. Но я думаю, это у меня скоро пройдет. В 5 утра потом проснулась, хотела ехать на рынок. Но передумала. Только отдыхать. Ну, и вам коротенькое видео, кнопы и смотрите. Вот такие у них утренние нежности, да? Да, вообще. Любовь. Всем бы людям такой дружелюбный настрой. И всем бы было лучше, да? Ой, ты боишься. Все. Все. Нежности продолжаются. Да, Марушка? Да. Есть. Олезает. Ну. Конечно, нет.